Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива. Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива. 23.32 РИА Новости, Алексей Мальгавка, работа береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе. РИА Новости, Алексей Мальгавка. Москва, 27 мая РИА Новости. Зам. главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют. 17.55. В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины. И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляции России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего, сказала Зеркаль в эфире радио «Новое время». Зам. главы МИД Украины также заявила о необходимости выполнения сторонами договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Правовой статус. Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Вчера, 18.12. Украина грожает России гамбургскими санкциями из-за моряков. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность находа бессогласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей. МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву. Провокация в Керченском проливе. В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую государственную границу, войдя во временную закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны. После этого пограничники задержали украинские корабли, на борту которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ. Вчера, час 45. В Крыму прокомментировали решение трибунала по украинским морякам. Возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией, направленной на повышение рейтинга Петра Порошенко перед выборами. В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от российской стороны освободить моряков и вернуть задержанные корабли. При этом в решении не говорится о том, что Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков. Кроме того, трибунал попросил Россию Украину предоставить отчету о случившемся в Керченском проливе. Российская сторона в слушаниях участвовать отказалась. Как отметили в МИД, трибунал не обладает юрисдикцией, необходимой для рассмотрения инцидента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае с Керченским проливом неприменима конвенция по морскому праву от 1982 года. В Кремле также подчеркнули, что Россия продолжит отстаивать свою точку зрения в этом инциденте.